Оба, доктор с вами. Опять вот мне задали вопрос. Скажите, пожалуйста, у России есть шансы стать нормальной страной или лучше развалиться, как СССР? Единственной целью тех, кого угораздило здесь родиться, является эмиграция. Ну вот я сейчас ролик, да, пишу. Есть ли шанс? Сейчас открываем википедию крепостное право в России с 1649 года по 1861 год. То есть нормальной страной до 1861 года Россия не была. Крепостное право это тоже рабство, ребят, да? Ну знаете, что это такое. Ну когда отменили, еще крестьянища не знали, куда деваться, да? Там уже 1900 год подошел. Вот. Сами знаете, что там было. Революция 1905 года. Расстрел. Потом революция 1917 года. Что после революции было? Сейчас уже тоже проясняется. Власть захватили. Штанные, скажем так, да. Вот. Расстрелы, расстрелы, расстрелы. Ну что там дальше? Голод, голодомор. Вот. Потом уже Сталин. Значит, опять расстрелы. Вот. Потом война. После войны опять расстрелы. ГУЛАГи. Вот. Шарашки. Знаете, что такое Шарашка, да? Вот Королев, который стоял во главе ракетной промышленности, он работал в Шарашке. То есть они были в заключении. Вот. Ну потом Сталин умер. Вот. Царился Хрущев и все такое прочее. Ну возьмите, почитайте, да? Вот что было. Вот. Потом Брежнев, да? Тоже это. Шум из всех репродукторов, из утюгов. Брежнев, Брежнев. Новая общность. Советские люди, да? Вот. Советский народ. Так нас учили в школе. Хрущев обещал коммунизм к 80-му, по-моему, году. Брежнев тоже много чего обещал. Ну и Путин опять вот такие обещания обещает. Значит. Ну и что? Вот. Смотрите. С 1000. Какого? 1649 года. До этого я просто не лазил, да? Значит. И по 2017-й ничего не изменилось. Вот если почитаете, Гоголь, да? Ревизор, жулики сплошные, Фанвизина, Недроссель, вот эти тупые, значит, сынки благополучных граждан. Ну, опять все то же самое. Вот сейчас все кричат о патриотизме. Не выгуришь еще из Кремля, да? А на самом деле все отдыхают за рубежом. И дети у них за рубежом мучатся. И все такое прочее. А в Крым едет. Ну, кто едет? По путевочкам посылают. Вот. Ну, в общем. Смотрите сами. Есть ли смысл? Че тут написано-то? Единственное так. Или лучше ей развалиться, как СССР? Да лучше или хуже. А кто, собственно, разваливал СССР? Он сам развалил страну, да? И Россия, ну, тоже похоже, что разваливается. Вот. И, в общем-то, я не вижу никакого просвета. Вот сейчас тут экономисты еще со счетами, с калькуляторами в руках подсчитывают. И уже, значит, прикидывают, когда наступят голодные годы, ребята. Голодные годы. Когда будут голодные бунты. Потому что очень у многих не хватает денег, банально. В магазинах еще что-то есть, да? Ну, не что-то. Там выбор-то есть. Вот. Пальвое масло первого сорта и второго сорта, да? Вот. А денег нет. Денег нет все это покупать. И у людей уходит очень много, чуть ли не ползарплата больше, в общем-то, выходит денег на еду. В Америке, я говорю, тут даже нет смысла считать, сколько на еду уходит. Ну, просто никто не считает. Потому что еды навалом. Я уже говорил, что она даже вплоть до того, что она бесплатная. Если у кого совсем денег нет. Единственной целью тех, кого угораздило здесь родиться, является эмиграция. Ну, вот я сделал такой шаг. Я эмигрировал. Я не знал ничего об Америке. Я вам рассказывал. Я приехал сюда, вот книжку написал. Пригласили почитать. Вот. Посмотрел и сказал, ё-моё, чё ж ты раньше-то эту книжку не написал? Вот. Чё ж ты раньше-то не смотался? Дури башка. Вот. Ну, я приехал в 49. Вот сейчас мне 61. Я себя нормально чувствую. Вот. Нормально. Это вот мне тут где-то ниже ещё написали. Где-то ещё тут ниже. А USA – страна обетованная. Обетованная. Ребят, она не обетованная. Она нормальная, обычная страна. То же самое могло бы сделать, сделаться и с Россией, если бы её не разворовывали вот на протяжении вот нескольких сотен лет, да. Вот. И бросали кости собакам. Вот собака у меня залаяла. Вот. Да, кости собакам. Неудобно так говорить. Ну, хорошо. Вот. Обноски, скажем так, с барского плеча, да. Вот. Чё ухватили, то и хорошо. Вот. Я считаю, что надо ехать. Я серьёзно к этому ответу подошёл. Я вот не стал там несколько слов писать. Да-да. Вот. Я просто объяснил, что если вот за эти годы, да, за несколько сотен лет ничего не поменялось, да, ничего. Только что успели наворовать. Вот. Потому что я уже об этом говорил, что в России изобретателей вообще ни во что не ставят. Вот. И изобретения в основном воруют откуда-нибудь. Заканчивая песнями. Песни сейчас вот посмотрите, любой огонёк за последние 15 лет, там все песни ворованы. Все песни даже ворованы. Потому что евреи начали уезжать ещё в 80-х годах. У меня товарищ уехал ещё в 80-х годах в Израиль. У нас много евреев училось в институте. Вот. Я его спросил, а что ты уехал-то? Знаете, как евреи отвечают вопросом на вопрос, а погромы? Ну, я тогда ещё думал, да какие? Ну, зря он так. Нет, он не зря уехал. Он там обосновался, он там работает. Вот этот парень. Ну, многие уехали. Вот. Да, эмиграция – это единственный выход. Не обязательно в Америку, можно куда-то поближе. Всё, что угодно. Как у меня бабушка говорила, чухонцы, вот финны, да, чухонцы, да чего они могут, кроме молока и масла? Вот сейчас Финляндия-то вон как. Мировая страна мирового значения, да. Вот. Пытались их завоевать, там в 39-м, по-моему, война была с Финляндией. А нет, ничего не вышло. И вот сейчас они. В общем, европейская страна, но, правда, рядом с Россией. Америка чем лучше? Далеко от России, если шарахнет, если шандарахнет, да, то не будет, осколки не будут лететь. Америка далеко. Австралия хорошая страна. Я вот всё больше смотрю на Австралию. Ну, я из Америки никуда не поеду, но, тем не менее, они там молодцы, они развиваются хорошо. Вот. А в Австралию, Новую Зеландию попасть, ещё в Канаду, да, попасть, ну, проще, чем в Америку. Гораздо проще. Вот, смотрите, вот, читайте историю. Там всё одно и то же. И только ухудшение, ухудшение, ухудшение. Понимаете? Раньше плохо жили, а потом просто расстреливать начали. Ну, вот как-то так. Вот мой ответ на ваш вопрос. Всего хорошего. С вами был доктор Влад. С вами был Игорь Негода.